Режиссер строг, а конкурентки коварны, но любовь поможет нам пережить все невзгоды, говорит описание сегодняшней серии. Деликатно забыв упомянуть, что режиссер, например, строг с нами, потому что ему пришлось осидеть с нами в тюрьме, где мы нападали на него физически, и в целом испортим ему всю жизнь, так как в попытке прикрыть свою собственную задницу рассказали все его секреты самым злым его врагам, папарацци. И теперь самый влиятельный и крутой режиссер вынужден снимать нас, еще не зная, как мы испортили ему жизнь, потому что внезапно глава всей студии, непонятно с чего, решил, что мы должны сниматься в его фильме. Предыдущие наши фильмы так и не вышли еще до сих пор, мы в целом нигде не снимались, с чего бы такие чести и почести, никто из нас не понимает. Но, может быть, сегодня прольется свет, начинаем играть, и я надеюсь, вообще-то, потому что пока что наша героиня угоняет машины, ее конкурентки оказываются в кипятке или со сломанной рукой и прочие такие вещи. То есть страшный человек у нас, ну и не очень красивый в этом плане страшный. Ах, откуда? Откуда у нас все эти якобы достижения, которые это хвалят люди? Я не знаю. Глава 7. Золушка в городе грез. Утро выдалось нервным. Вы никак не можете определиться, что же надеть. Да, это наши главные проблемы. Не проблемы с законом, которые должны бы последовать после всего нашего поведения. Нет, 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 нет. Мы всего лишь не знаем, что же нам надеть. В итоге нацепили то же, в чем были вчера. Нет, остановимся на этом. Я режиссер своей собственной истории. Мы не будем в том же, в чем были вчера. Я возьму вот такое платье. Браво. Видите? Никогда не нужно следовать по тому, что вам говорят слова. Даже если это слова в уголовном кодексе. Извините. Аф, говорит собака. Спасибо, малыш. Ты всегда меня поддерживаешь. Он просто хочет есть. Не приезжайся, дорогая. Последний взгляд в зеркало. О нет. Прямо здесь, прямо сейчас серия начинается с самоокончания. Поцелуй пса на удачу. Шаурма была хорошей героиней. О нет. И вот вы несетесь... А. А-а-а. А-а-а. Я подумал не то. Ну ладно. Мы несемся в студию. Как она говорит, в том же, в чем были вчера. Нет, мы не только не в том же, в чем были вчера. Я еще и расу ей сейчас поменяю. Тот Пикчерс. Вы очень волнуетесь. У меня все получится. Да, ведь всегда получается. Не нужно готовиться. Не нужно... Вообще ничего от тебя не требуется. Просто будь вот такой женщиной. Уже будем дивой. Потому что, конечно, нам все обязаны. Мы вот такая вот героиня. И если только Дэвид меня не сожрет. У-у-у. Ну окей. Вот так сразу к Оралу. Собравшись с духом, вы заходите на съемочную площадку. Ох. Уже вышла та статья, в которой мы рассказываем, что он гребаный наркоман. Нет? Дэвида не видно. Дааа. Не удивляюсь. Чем заняться в ожидании режиссера. Настроиться на работу. Пфу. Последняя опция, которую мы выберем. Познакомиться с актерами. Поболтать с Эриком. С Эриком болтать не стоит. Он всего лишь какой-то оператор. Тем более... Он ничего не решает. В прошлый раз он нас чуть не развел. Мы на это снова не попадемся. Так что познакомимся с актерами. Здесь это важнее, чем работа. Вот такая у нас игра и такая у нас героиня. Вы замечаете двоих людей в костюмах. Хоть бы это были костюмы хот-дога. Пожалуйста. Это же Джессика. Мы говорим человеку в костюме Джессики. Вы слегка воодушевились. Она вроде милая. А кто это с ней? Джессика болтает с симпатичным светловолосым парнем. Повернувшись, он одаривает вас улыбкой. Вот так он делает. И... Кто это? Привет, говорит актер. Ооо. Романтичная музыка каждый раз включается, когда мы встречаем нашего фаворита. Ну, одного из тех, кого мы можем выбрать. Еще раз напоминаю. Привет, говорит Шоурма, что мы не следуем одному конкретному пути. И я действую по ситуации. Поэтому я надеюсь вопросы о том, с кем мы ведем ли ветку. Покажи наши статы. Какая у нас там с кем близость. Нам это так по диалогу видно. Мы ничего не выполняем. Мы не следуем инструкции. Мы живем. Это клуб романтики, понимаешь? Им можно только жить. О, это ты, говорит Джессика. Прости. Как тебя зовут? Шоурма? Точно. У меня ужасные памятные имена. Не оправдывайся. Ты не помнишь ее, потому что она никто. Ага. И ты вдруг расстроен. Познакомься. Это Рэй. Очень приятно. Взаимно. Ты снимаешься в городе грез? Да. У меня второстепенная роль. Я играю дерево. На заднем просто вот стою такая. Мохнатая. Тогда тебе надо переодеться. Ну. Ты даже не знаешь, какая у нас роль. Мы сказали, что второстепенная. Он увидел на нас шикарный наряд и такой. Не. Слишком шикарно. Нужно что-то другое. Уговаривать дважды вас не пришлось. А тебе, блин, лишь бы пораздеваться перед мужиками. Я единственный здесь, что я пытаюсь сохранить целомудрие. Она готова и маньяку отдаваться. И Арсену, который просто сбивает людей на машинах. Кто угодно. Оператор в прошлый раз просто сказал, что он причастен к съемке. Все. Мы там уже и зашлись. Да, давай, возьми меня. Пожалуйста. Знай себе цену. В гардеробной вы находите свой костюм. Гардеробная с большой буквы, значит, это новая страна. Мы туда ушли. Костюм уборщицы надеть. Круто. Знаешь, блин, жалко. Нельзя на латиносо поменять. Так будет ближе к реальности. Так будет аутентичнее. Я знала, что начинать надо с малого. Я имею в виду, что большая часть рабочих мест, такого низкоквалифицированного труда, заняты мексиканцами в штатах. Но чтобы настолько... Что тебя не устраивает? Ты снимаешься у главного голливудского режиссера. И такая... Ах, всего лишь уборщица. Ни одного фильма не вышло. Текст мы никогда не готовили. Мы не делаем ничего, кроме проблем с законом. И она такая... Всего лишь уборщица в этом фильме. Я хотела больше. Я хочу Зоида. Вы возвращаетесь на площадку. Дэвид уже там. Режиссер не в духе. Извините. Все, у кого воспоминания о... Я хочу Зоида. Теперь застряли на ближайшую неделю. Извините. Режиссер не в духе. Ты опоздала. Как ответить на обвинение? Извиниться, оправдаться. И... Мы ужасный человек, которому... Слушай, она только оправдывается. Прям отвратит. Наверное, оправдаться. Хотя у нас нет оправдания. Мы даже ничего не делали. Мы просто проспали. Поэтому... Будем оправдываться. Я пришла давно, но переодевалась. Режиссер разозлился еще сильнее. Слишком долго. За что нас так обижают? Ты должна приходить заранее. Единственный адекватный человек во всей истории. Она, видимо, пришла к началу съемки. То есть, смотрите. Начало съемки означает начало съемки. Все должны быть готовы. Она такая. Начало съемки, значит, к этому моменту мне нужно прийти. А потом я уже со всеми пообщаюсь, переоденусь и так далее. Все затихли. Никто не решается спорить. Но тут вмешался Рэй. Ты че? Откуда? Дэв, не злись. Она реально срывает съемку. Она опоздала. Это режиссер, который не просто снимает слипшихся собак. Ну, может, и это тоже. Но смысл в том, что он доказал свою состоятельность. Его рабочая этика привела его туда, где он находится. И здесь какой-то актер говорит ему. Мы ведь еще даже не начали. Мы по этой причине и не начали. Потому что мы ждали ее. А ты не лезь. Да. Я просто хочу сказать, что мы тратим время на спор. Но ты же единственный и начал спорить. Все молчали. Нужно было просто сказать, что ты слишком долго уйти. Мы начинаем съемку. Нет. Рэй вмешивается такой. А может это? А может то? Ммм. Ты тратишь время на споры. Завали. Он уже молчит. Он хотел что-то сказать, но передумал. Единственный здравый человек. Не будет затягивать время, деньги. Боже мой. Какие тут все тупые. Спасибо. Ты меня спас. Да. Давай еще поболтаем. А снимать нам не надо? Не за что. Тебе не нужно идти в кадр? Все расходятся по своим местам. Начинаются съемки. Щелк. Что у нас? Мюзикл. Город грез. Кафе. Ночь. Себастьян поет для Мии. Спам. Хватит мне звонить. И это видимо отсылка на Ла-Ла Ленд. У вас незначительная роль борщицы. Красивая песня. Говорит женщина похожую на Еву Мендес. Или как ее зовут. Знаете? Вот с родинкой. Я забыл. Вы знаете ее имя точно. Не она играла там главную роль. Но почему-то здесь больше похоже на ту актрис. Я сочинил ее для тебя. Мия с Себастьяном смотрят друг на друга и молчат. Пауза затягивается. И тут мы как уборщица должны войти. Куда? Папа мы этому? Нас точно возьмут главную роль, если мы так вживемся. И тут Дэвид не выдерживает. Стоп! 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 Ох... Шаурма! Какого черта? А? Сейчас твой выход. То есть нас взяли на микророль. Мы опоздали. Начали спорить. Вместо всего просто пообщались с актерами. Теперь... Боже мой, какое позорище. Простите, я не знала. Я ведь никогда не готовлюсь к роли. Ты вообще читала сценарий? Наконец-то! К седьмой серии в Голливуде! Единственный человек спросил, читала ли она сценарий. Дэвид, я не сомневался, что ты здесь самый классный. Если б можно было с ним заромансить, а наверняка можно, пожалуйста, не спойлерить и историю, я бы заромансил. Но дело в том, что она его вообще не достойна. Это охренеть, какой классный чел. А мы... Не дав вам договорить, Дэвид требует переснять эпизод. Почитай сценарий быстро, пока они говорят. Подготовься. Как-нибудь. Снова Себастьян поет для Мии. Красивая песня. Я зачинил ее для тебя. Вы выходите на площадку. От волнения дрожат колени. Это не от волнения. Мы просто перед началом и такие... Немного еще продолжаем дрожать. Я забыла слова. Ты не знала слова! Влюбленные целуются в кафе. Что делать? Прогнать их под петем. Оба варианта восхитительные. Обычно я не хочу брать ничего, потому что они тупые. Но здесь я хочу и то, и то. Потому что здесь у нас классическая уборщица. А здесь у нас мюзикл, в котором уборщица начинает петь. Наверное, стоит им подпеть. Я не уверен, что мы умеем петь. Но сейчас будет импровизация. Начинаем подпевать. Вы начинаете петь. Стараясь попасть в такт. Я думаю, не сильно о такте стоит заботиться. Но это уже музыкант во мне говорит. Я не опущусь в музыкальное занудство. Даже не спрашивайте. Постепенно актеры замолкают и поворачиваются к вам. Все такие типа, что? Даже Эрик отодвинулся от своей камеры. Мы просто никуда не попадаем. Мы не знаем текст. Мы просто такие... Somebody once told me... Вот это. Ой, Шрек выходит. И все такие типа, что происходит? Оглянувшись на Дэвида, вы поняли. Все плохо. Что ты делаешь? Класс. Еще раз. Пою. Но ты же не умеешь. Да. Ты должна была просто мыть полы. Молча. Простите, я исправлюсь. Дэвид знаком останавливает вас. На сегодня съемки закончены. Я устал. Отличный рабочий день. Мы поработали две минуты. Продолжил оставаться самым высокооплачиваемым и уважаемым актером... Режиссером Голливуда. Он уходит громко хлопнув дверью. Мы это заслужили. Это какая-то катастрофа. Ну, мы себя попробовали хотя бы. Это все из-за меня. Справедливо замечает Шурма. Вы чувствуете себя виноваты перед командой. Что делать? Извиниться перед актерами? Нет. Разрядим обстановку. Типа, да ладно вам. Фильмов еще много. Мы же в Голливуде. Вообще, смотрите, все такие красивые, богатые. Давайте устроим оргию. Разрядить обстановку. Сглотнув, вы отпускаете пару шуток... Подожди, мы уже сблизились с Эриком? Ну ладно, неважно. Сглотнув, вы отпускаете пару шуток насчет освободившегося времени. И у нас теперь целый день свободен, ребята. И тебе лучше потратить его на изучение сценария, говорит Рэй. Ну не начинай. Я просто хочу сказать, что надо лучше готовиться. Рэй тоже начинает выглядеть адекватным парнем. Парень уходит даже не попрощавшись с вами. Да, сегодня мы ничего не осцелили. Значит, завтра будем пахать вдвойне. Джессика покидает съемочную площадку, оставив вас наедине с оператором. Я же говорил, что в итоге эта королева Голливуда просто напрыгнет на швабру первому попавшуюся этому оператору. Из-за меня пропал съемочный день. Доставай штатив. В смысле, глупости. Дэв с самого утра злой. И это все из-за меня. Возможно, я огорчу твое самолюбие, но это из-за статьи. Статья тоже из-за меня. Шаурма приехала и просто устроила кучу проблемой. О чем ты? Какая-то журналистка написала, как Дэвид сидел в тюрьме. Мы такие, во всех подробностях. Откуда узнали подробности? Мы сидели с ним. И Эрик в красках расписывает реакцию Дэвида. Вам становится не по себе. Ладно. Кажется, мне пора. Окей, до завтра, говорит Эрик, которому вообще все равно, он режиссер, с которым он работает. Эрик продолжил разбирать аппаратуру. Операторы. Вы закрылись в гримерной, чтобы переодеться. Я думал, что вместо того, чтобы переодеться, нам в принципе уже можно заканчивать, потому что мы только портим жизнь остальным людям. Надеюсь, Дэвид не знает, кто рассказал журналистке о тюрьме. Ах, в раздумьях вы покидаете киностудию и встречаете директора. О, наша восходящая звезда. Перке? С чего вы взяли? Откуда такая информация, что мы восходящая звезда? Здравствуйте. Как продвигаются съемки? Они никак не продвигаются. Вы же нас позвали соврать, сказать правду. Ну, скажем правду. Типа, честно говоря, не очень хорошо. А знаешь, в чем причина? Да. И этих причин много. Они не поместятся в тетрадь. Даже за 64 листа. Да. Я плохая актриса. Первая причина, да. Альберт пристально посмотрел на вас. Это тебе Дэвид сказал? Да нет, это в целом понятно любому, кто обладает хотя бы зачатками логики. Но допустим. Нет, я сама знаю. И вы рассказали, что произошло на площадке. С чего этот чел вообще решил нас позвать? Все ошибаются. Да, и ты первый в этом списке. Но я видел твою игру в доме в лесу. Какую игру? Нас маньяк там пытался зарезать, потому что все снимал какой-то режиссер, который вообще не удосужился никак. О безопасности позаботится. Оуе, это большое спасибо вам за то, что подписываетесь. Да, каждый раз, когда вы подписываетесь, у меня играет Оуе. Кстати, такой вопрос. Раз уж мы ненадолго прервались, то как много из вас видят меня только в клубе романтики? То есть впервые познакомились здесь. Даже не знают, может, там про Sims, и уж тем более про Minecraft, Rising Star и прохождение других игр. Кстати, еще больше игр, чем в публичном доступе, есть в спонсорском контенте на YouTube, на Boosty. Ссылки есть в описании. И, короче, как много из вас знают меня только по KR и нашли по KR. Какие еще истории можете посоветовать именно как знатоки, которые не представляют, кто я вообще такой? Поэтому я и настоял на твоем участии. Спасибо, сэр, вы испортили фильм. Уверен, ты справишься. Дело в том, что она не играла в том фильме. Ее реально пытались убить. Поэтому, если вы надеетесь на то, что она выдаст что-то похожее, то чтобы играть уборщицу, ей реально придется сначала стать уборщицей. Остаток дня вы провели в кафе напротив киностудии. Вы так усердно читали сценарий, что не заметили, как наступил вечер. Вы уже собирались ехать домой. Да, ведь за день мы можем полностью подготовиться к съемкам фильма. Но позвонила Бин и пригласила на закрытый показ Дома в лесу. Зачем нам продолжать работать? Давай веселиться снуки. Может, что и получится. Тем более, там закрытый показ Дома в лесу. А у нас важная роль. Мы в одной сцене меняли актрису. Совершенно, будучи не похожей на ней. Вдруг сыграли сцену. Фильм дальше решили, видимо, не снимать. Или досняли с другой актрисой. Там, кажется, по ходу фильма актеры меняются. Как в Ображариуме доктора. Как его там зовут? Не помню. Вы понимаете, когда Хит Леджер умер. И сделали поправку в сценарии. Что каждый раз, когда он переходит через миры, меняет внешность. По-моему, находчиво. Ну, действительно. Не спускать же деньги в унитаз из-за того, что просто какой-то актер главной роли умер. Быстро же они его смонтировали. Немного волнуясь, вы вошли на ставшую родной киностудию. Чего ставшая родной? Ты четвертый раз в жизни здесь. Ну, ладно. В принципе, мы живем в мире, где фильм смонтировали на следующий день. Фильм на следующий день. У меня до Ютуба был опыт, был продакшен и все такое. И я быстро монтирую. Серия на Цубери максимум монтируется за день. И то это на Цубери. И за день это прям если весь день сидеть безвылазно. Так что смонтировать фильм, который не 15-минутная серия для Ютуба... Ну, ладно. Допустим. Просто во мне говорит человек, связанный с производством контента, так или иначе. И... Посъедительная история. У входа в кинозал вы встречаете Бин. Она же Нуки. Она рассматривает стойку с украшениями. Ты вовремя. И еще не весь мерч разобрали. Кстати, у меня тоже не весь мерч разобрали. Ссылка на магазин на зону есть в описании. К концу года будет новый дроп худосов. Кстати, вот это был лимитированный дроп на Новый год. На новогодние каникулы. Motherlode. С 2023 на 2024, когда год менялся. Это был мерч. Раскупили за 2 часа. Большое спасибо. Что? Да, говорю за 2 часа. Я сам офигел. Сувениры от Todd Pictures. Наша новая фишка. Мерч это круто, кстати. И что с ним делать? Может, напишите, кстати, что вы хотели бы связанного с мерчом. Может, по клубу романтики. Что-то такое прикольное. Потому что, может, будут хорошие идеи. Я тоже надо этим просто усиленно сейчас думаю. Зависит от фантазии. Извините, но просто закончу про мерч. Это не так просто. Если что, я не могу выпускать мерч каждый месяц, например. Сейчас я слишком занят домом, каналом. Видео выходят каждый день и так далее. Поэтому не до того, чтобы выдумывать новые дизайны. Проверять качество. Ездить на производстве. Все такое. Это выпуск мерча. Это полноценная работа. Типа обычная вот работа. Поэтому у меня нет пока возможности заняться. Поэтому извините, что мерча не так много. Но, опять же, вы можете его взять. Там остались еще... Как раз более бюджетные футболки остались. По супер доступным ценам. Можете взять. Но я предпочитаю носить. Я тоже... Блин, я извиняюсь, что снова про мерч, но я сейчас, работая в доме, жалко было пачкать мерч. А без футболки уже работать без верха уже прохладно. Поэтому у меня впервые за несколько лет появились фотографии меня не в мерче. Потому что, ну, я реально просто очень стараюсь над одеждой. Сам ее всегда ношу. И для работы, чтобы не пачкать, откопал что-то старое. Оказывается, у меня есть еще одежда, кроме моего мерча. Но это правда. Последние два года, наверное, с половиной, я только в мерче и хожу. Ты тоже можешь выбрать себе что-нибудь. Что, можно вот так просто выбрать? Серьги, кисточки. Изумрудные серьги. О-о-о, рубиновые. Подожди, медные, жемчужные. Жемчужные лучше ожерелье. Вот такой красотки, в принципе, можно. Рубиновые выглядят отвратительно. А вот изумрудные к этому платью подходят. И в целом, мне кажется, к большему количеству нарядов они подойдут, чем рубиновые. Да, выбираем. Большое спасибо, Ироки, за бесплатные алмазы. Бесконечные. За бесконечные, не бесплатные. Если что, я покупаю подписку. И вы тоже можете купить по ссылке в описании. Крутые. Мне они тоже нравятся. Подходит Микаэль. Тот самый странный режиссер. Цветастый, Тим Бертон. Красивые серьги, шаурма. Спасибо. Но я бы предпочитал, чтобы моя шаурма была без сережек. Микаэль, возьми и ты для жены. Как много людей вообще заметило, что я в ушах носил саморезы в последний месяц. Вы совсем не обращайте на меня внимания. Ну ладно. Она такое не носит. А ты скажи, что это эксклюзив. Микаэль отмахнулся знаком, показывая, что Бин его не уговорит. Пойдемте. Скоро начнется... Что там за премьера? Мне интересно, какую роль мы себе в итоге отвели в этом показе. Потому что, ну, пока все складывается отвратительно. Народу в зале немного. В основном актеры, операторы, статисты и... А она что здесь делает? В дальнем углу Дэвид разговаривает с Кристи. Узнать бы, о чем они говорят. Это давний дуэт, который ты пытаешься разрушить. Вероломная мразь. Отстань от них. Кристи повернулась, увидела вас и злоусмехнулась. Причем злоусмехнулась. Типа, в целом. Она точно что-то замышляет. Интересно, о чем говорят Дэвид и Кристи? Как узнать? Подойти и спросить. Да. Потому что незаметно послушать. Нет, незаметно послушать, в принципе, в духе ее... Такой, змеиной натуры. Но подойдем и спросим. Просто, ну, пора начать действовать нормально. Решительным шагом вы подходите через весь зал. Потому что они не имеют права разговаривать без нас. Привет. Что тебе? Всего лишь хотела поздравить с выздоровлением. У тебя уже рука так зажила? А, нет, ты о чем? А, с выздоровлением после того, как мы кипятком тебя облили. Точно. Мы причиняем разные травмы. Я их периодически уже начинаю путать. Знаете, состав наших преступлений пополняется так быстро, что я не успеваю следить. Твоя рука, она прошла. А, да, это. Спасибо. Повисает неловкая пауза. Извини. Мне надо поговорить с Дэвидом наедине. У вас нет аргументов против такой откровенности. Ладно. Ну, вот, видишь, нормальные люди общаются. Вы отходите, но недалеко. Так, чтобы был слышен разговор. То есть, этой игре, как я говорю, в целом все равно, что я вообще думаю, что я выбираю. Она просто железно ведет меня по тропинке успеха. Что бы я ни делал. Я мог выбрать незаметно подслушать. И наверняка была бы сцена, которая сейчас последует. Но я выбрал подойти и просто добавил экстра сцену. Вот и все. Ну ладно, начинаем подслушивать. Это очень плохо. Продолжай, Кристи. И там просто такие чмокающие звуки. Это статья о вас. Уверена, там все ложь. Правильно, не ложь, а клади. Я не собираюсь это обсуждать. Я лишь хотел сказать, что знаю, кто рассказал о вас папарацци. При этих словах вас прошибает холодный пот. Мы всего лишь сделали то же самое, что она хотела сделать с нами. Если Дэвид узнает, что это была я, он лишит меня роли. Да, той самой гигантской, значимой роли уборщицы, с которой мы не справлялись сегодня весь день. Если мы этого лишимся, нам будет не по себе. Карьера в Голливуде будет окончена. Вы подходите к Дэвиду и Кристи. Опять. Опять. Ну ладно. Кристи, тебя зовут Микаэль. Зачем? Кажется, он хочет предложить тебе роль. То есть мы такие, так, нужно сделать так, чтобы он не узнал про зло, которое мы творим. Но мы уже в этой спирали лжи, притворства и разрушения чужих жизней. Настолько глубоко, что не можем остановиться и продолжаем врать. Девушке явно не хочется прерывать разговор с Дэвидом. Но перспектива новой роли манит сильнее. Ладно. Кристи, договори. Потом. Я вам скажу потом. Почему она не может вот так сказать? Мы тем более подошли и сказать, типа, она. Она рассказала. Общайтесь. Я пошла новую роль обсуждать. Заодно проверю, не врешь ли ты. Чертова лгунья. Вы отходите в сторону. А так сложно было просто сказать, что да, вот, договариваю. Она. А, где он, Микаэль? Был здесь. Тогда я закончу разговор с Дэвидом. Вы так и будете к нему подходить? Понимаете, со стороны Дэвида это выглядит так. Он успешный резистор. У него все прекрасно. Вдруг появляется женщина. Причем совершенно левая. Жизнь начинает рушиться. Она ее рушит. И он такой, господи, нет, ладно. Я просто буду съездить в кинотеатре. Подходит одна девушка. Подходит эта девушка. Эта девушка отходит. Эта девушка опять подходит. Эти девушки отходят. Он такой, что происходит вообще? Я нормально жил. Пойдем вместе поищем Микаэля. Что ты собираешься сказать Дэвиду? А то ты не знаешь. Она и так достаточно откровенна с нами. Пойдем вместе поищем Микаэля. Врать так уж до конца. Давай, Шоурма. А ты спускаешь свою вообще репутацию и хоть какую-то возможность тебе доверять в унитаз до последнего. Поэтому это какая-то очень интересная роль. Кристи купилась на ваш обман и согласилась поискать режиссера. И, к сожалению, вы его нашли. Ну да. Ведь так тяжело найти режиссера на промо-показе. Причем такого. А, девочки. Рад, что вы подружились. Кристи одабривает Михаэля улыбкой. Сэр, я согласна. На что? У него дикие фантазии в это время. Они очень долго работали. И он такой. Рад, что вы подружились. Вы обе ко мне. Если ты согласна. Он уже думает в этом ключе. Но нам нужно срочно спасать предложение. И мы поддерживаем эту идею. И у нас страничок. Нет? Кристи? Я имела в виду, что Микаэлю очень нравится твоя игра. Но ты сказала, что если Микаэль будет снимать новый фильм, он обязательно тебя позовет. Правда, Микаэль? Ууу, мы теперь его в это втягиваем. Господи, какая же у нас мразь вместо главной героини. Мы просто привели ему девушку и такие. Микаэль, тебе ведь она нравится? Ты ведь возьмешь ее в следующую роль. Так? Что ему еще остается отверить? Либо испортить сейчас отношения. Либо мог сказать по-честному. Типа, я не знаю, какой следующий фильм. Я посмотрю, конечно. Буду иметь тебя в виду. У нас крепкий тандем. Но он, не имея яиц, говорит, да, конечно. Это такой ведомый режиссер. Я понимаю, что он дал нам нашу первую роль. Ту самую, которая вот была на замену, где мы сначала поссорились с актрисой. Потом другая роль, которую нас привели. Короче, такая катастрофа. Эти нападения еще. Никакой безопасности. Режиссер отвратительный. Ладно. Кристи начинает понимать, что произошло. Ты меня обманула, говорит сама лживая тварь. Здесь просто какой-то серпентарий. Она собирается еще что-то сказать. Но голос ведущего отвечает о начале показа. Пойдемте, девочки. Пора смотреть фильм. Он берет вас и похотящий от злости. Кристи под руку и ведет к большому экрану. К другому. Не там, не показ. Просто большой экран такой защищает от звука, знаете, на шоссе, которые стоят. Гости рассаживаются по местам. Микоэль произносит пару слов о фильме. Начинается показ вашего первого кино. Это не наш первый фильм. Мы сильно преувеличиваем значимость. Очень сильно. Во время просмотра вам приходят сообщения в 100 грамме. Спасибо, кто комменты пишет. Вы предложили называть сеть именно так. А 100 грамм не запрещены, поэтому инкогнито. Привет, шаурма. Ты с каждым днем все хорошаешь. Это бедные студенты, которые проходят мимо ларька. Такие. Привет, шаурма. Ты с каждым днем все хорошаешь. Они уже готовы ее своровать. Опять он. Инкогнито. И песик у тебя, милый. Надеюсь, он не кусается. А тебе меньше в телефоне нужно сидеть. У тебя такая раздутая важная премьера. Ну ладно. Он видел меня с лаки. Мне страшно. После этих сообщений вы уже почти не смотрите фильм. Ну да, лишь какая ерунда. Мечтая лишь о том, чтобы вернуться домой и залезть под одеяло. Что у нас за трубы падают? Это маньяк. Он пробрался ко мне. Я слишком вжился в роль. После просмотра вы получили множество комплиментов от коллег. Сами фильм, кстати, не видели. Но радость от успеха перебивает страх. Ну вообще стоит бояться. Я думаю, мы больше боимся Дэвида. На улице страх усилился. Дэвид? До дома так далеко. Ах, наверное, стоит своровать еще одну машину, да? А по улицам бродит мой личный маньяк. Это эгоистично. Может ему все равно, какую актрису убивать. Промелькнула тень. Вы вскрикнули. Но это была всего лишь птица. Вам нужна поддержка. Кому позвонить? Джина абсолютно точно нет. Потому что он сейчас лежит на кровати и просто целыми днями ждет, когда мы ему позвоним. Майку. На Эллен. Так, Джеффу. Он же коп. Да, он коп. Он нас ненавидит. Эллен. Наверное, Эллен. Потому что что может быть лучше для маньяка, чем вторая девушка? Это акция такая. Ты пришел за одной, а там один плюс один. И ты такой, отлично. Больше жертв, значит, лучше узнаваемость. Поэтому мы звоним Эллен. Вы набираете номер. Долгие гудки. Она не может. У нее очередная оргия. Очевидно. А, наконец, девушка берет трубку. Но вы не узнаете ее голос. Горло, знаешь, такое охрипшее немного после слишком глубокого. Эллен, это ты? Хе-хе. Ага. Я вам говорю. Я не преувеличиваю. Так и есть. Это не разгоны. Оно там и происходит на том конце. Что с твоим голосом? О, деточка, тебе лучше не знать. Его нет. Я вам говорю. Я сто процентов вам говорю. Это правда. Я болею. Да-да-да-да-да. Конечно. Блин, а я хотела попросить о помощи. Она не может. Там о помощи сейчас. Она уже помогла нескольким парням. Эллен прокашляла в трубку, потом чихнула. А потом ответила. Прости, шаурма. Не могу. Мне очень плохо. Ладно. Поправляйся. Мне нравится этот список приоритетов у нее. Где она такая. Тебе плохо? Ладно. Мне очень плохо. Ты, кстати, поправляйся. Вы повесили трубку и огляделись в поисках такси. Нет. Легче угнать машину. Мы тем более умеем. Ни одной машины. Это после того, как такси не нашлось. Мы такие. Еще и машины ни одной. На ком мне ехать? И на чем мне ехать? Пешком одной. Через весь город. Брррр. Фир. То есть страх. Не перевели почему-то. Вам все еще нужна поддержка. Кому позвонить? Ну, слушай. Наверное, лучше уж копу. Потому что ни Джину, ни Майку я звонить не хочу. Майк к нам пристает. Джина уж тем более озабоченный. Поэтому Джеффу. Он же коп. Номер Джеффа вы нашли быстро. Подожди. А когда мы успели стрельнуть телефончик у полицейского? А, загуглили полицейский участок, капитан. Все, супер. А вот ответа ждать пришлось долго. Ах, Голливуд. Они сейчас слишком заняты поимкой наркоманов. Наконец трубку подняли. Да. Он просто согласился. Здравствуйте. Вы кто? Какая вам разница? Я ваша бывшая. А сфига ли ты врешь? Откуда это вообще? Я не выбирал этого. Смотрите. Смотри. Просто что происходит. Нам нужна помощь. Мы попробовали привезти подругу, но ее слишком замотали трое парней сегодня вечером. Поэтому мы звоним в полицию. И внезапно полицейский, вместо того, чтобы спросить, что случилось. Потому что если вы когда-нибудь слышали записи 911, там всегда типа 911, what's your emergency? Типа 911, что у вас срочного? И нужно сразу говорить. И вместо этого он спрашивает, а ты кто? Как будто это важно. Представляешь, за вами гонится маньяк. Допустим, это уже происходит. Ты звонишь в полицию, и там человек такой, а как тебя зовут? А что на тебе сейчас? А, так горячо. Что? Одежда становится меньше? Маньяк ее снимает? Ммм, круто. Опиши, опиши, как он это делает. Как насчет того, чтобы спросить, почему вдруг понадобилось звонить в полицию? Точнее, нет, окей, мы звоним на личный номер. Почему вообще звоним на личный номер? У нас же есть 911, кстати. Ладно, у нас вообще не умная шаурма. Пошла она! Заключенная! А, окей, в трубке воцарилось молчание. Простите, но мне нужна помощь. Мне кажется, за мной следят. Звони в полицию, у меня выходной. Да! Спасибо, логичный человек. Он бросил трубку. Отлично. Должен кто-то помочь. Кому ему... Да как нас игра приводит к романтике? Отвалите от меня! Я хочу помощи! Я не хочу, но член! Я хочу, чтобы меня довели домой, и я был в безопасности! Я хочу позвонить в полицию! Я уже сделал два звонка! Что это такое? Боже мой! Столько времени прошло. Серьезно, мы можем перебирать всю нашу телефонную книжку, и пока мы будем слушать отмазки от игры по поводу того, что этот персонаж не подходит. Уже наступит утро, и мы будем в безопасности. Ой, боже мой! Ну ладно. Давай позволь... Нет, слушай. Наверное, Джино. Знаешь почему? Он опасный тип. Майк, он такой... Прям сильно сюся. Ну, а Джино... Он хотя бы... Реально... Представляет опасность. Пусть хотя бы... Ну, не для нас одной он эту опасность представляет. Поэтому звоним Джино. Вы дрожащими пальцами набираете номер. Уже третий за сегодня. Он берет трубку почти сразу. Я вам говорю, он просто... Вот так сидит перед телефоном и такой... Скоро шаурма мне позвонит. Только звонок раздается. Духой... Шаурма? Дилето? Как я рад тебя слышать! И я тебя. Джино, ты сейчас свободен? Какая разница на... Ну, ладно. А что случилось? С Надеждой спросил он. Можешь меня встретить? О, да. Конечно. Я уже надеваю тросы, имчусь. Где ты? На тот пикчерс. Тот? Да, пять. Это про клинику, если что. Да. Поторопись, пожалуйста. Джино кладет трубку, а вы остаетесь ждать. Он приезжает быстро на своем Мерседесе. Вы вкратце рассказываете о сообщениях в 100 грамме. Это он же и писал. Он такой, ну да, я знаю. Поехали ко мне, там ты будешь в безопасности. Ты снял нам квартиру, в которой нас преследует маньяк. Так, также познакомились мы с тобой как раз из-за того, что ты представлял нам опасность. Поэтому я не уверен насчет того, что стоит ехать к тебе по причине того, что мы там будем в безопасности. Скорее всего, нам будет, ну, не скучно этой ночью. Но уж точно не про безопасность разговор. Да, думаю, ты прав. Нет. Он лев. Посмотри на него. То есть, но тебе нужно будет переодеться в одежду из ничего. Я вам говорю, он озабоченный. Он приехал нас спасать. Вместо этого его первые же предложения. А поехали ко мне. А, кстати, вот эта одежда на тебе лишняя. Вот почему я не хотел ему звонить. Кто выбирает Джина в этой истории вообще? Во что-то более домашнее. Ага, без одежды. В пижаму от кутюр? Нифига, к сожалению, я не шью пижам. Ты варежку-то так не разевай. А зато знаю пару круглосуточных магазинчиков. Да, переночуешь там. Вы заезжаете в один из них, чтобы купить домашнюю одежду. Ох, боже мой. Ну какая же отстойная вообще вся эта вот уютная пижама. Сексуальная пижама обычная. Вообще обычная, чтобы защититься, наверное, было бы лучше всего. Но давай посмотрим, что он будет с нами делать. Мы все равно ему откажем. Поэтому наденем самую сексуальную пижаму и посмотрим, что он с нами сделает. Ну, точнее, постарается. Надо развесить везде камеры и включить диктофоны. Так мы сможем испортить жизнь еще одному человеку. Просто, я так понимаю, это в целом смысл существования шаурмы в этой истории. Портить жизни устоявшимся знаменитостям. Ты такая красивая. Специально приоделась для ночных посиделок. И он такой, домоджин окружает вас теплом и заботой. Он такой, ты не против, если я похожу без одежды. Домашняя одежда, это ее отсутствие. Поэтому я удивлен, что ты оделась. Но я дома хожу без трусов. Небольшой фан-факт, я тоже. Нет, в смысле, я сделаю тебе молоко с лавандой. Оно успокаивает. Мужчина ушел на кухню и вернулся со стаканом голубоватого молока. Что же ты добавил? Выпив половину, вы почувствовали легкое расслабление. О, нет! Хлороформ или как его там, вот эта штука, которую подсыпают, чтобы мы сейчас... О, нельзя! Пить! Нельзя было пить! Не ешь еду, которую он дает. Не пей напитки, которые он тебе предлагает. Это так сложно запомнить, что ли. Я вообще думал, что мы не будем засыпать этой ночью. Мы просто такие... Я посижу в углу. Обнимаем свои коленки и просто ждем, пока наступит утро. Потому что, еще раз, мы не в безопасности. Мы просто в меньшей опасности у него дома. Мне и правда лучше. Но спать по-прежнему не хочется. Это хорошо. Потому что, если мы уснем... А он, видимо, на это и рассчитывает. Начнется вакханалие. В молоке явно что-то подмешано. Поэтому... Давай лучше поболтаем. Давай. О чем ты хочешь поговорить? Вы на секунду задумались. А потом смущенно произнесли. Путь романтики. Я не выбирал. Я не выбирал. О наших с собой отношениях. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Нет. Нет, он отстой. Во взгляде Джуна промелькнул огонек. Я хотел сказать, что все кончено. Я думал, мы лишь друзья. Так и есть, так и есть, так и есть. Да, но мне с тобой хорошо. Нет, это неправда, это неправда. Джин посмотрел на вас очень серьезно. Нет, 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 нет. Пожалуйста, нет. Я мог бы стать кем-то большим. Помните, он в прошлый раз сказал, что у него очень маленький. Поэтому не стоит нам переживать. А теперь он делится откровениями и говорит, что я мог бы стать кем-то большим. Но, к сожалению, вырос не весь. Что это? Скажи, чего тебе не хватает? О, мы же им пользуемся, он нам все дает. Поэтому нам нужны деньги. Что бы вы хотели добавить в отношения? Юмора и дурачеств. Да, ты такой дурашка. Потому что никакой романтики и нежности. Вообще, в наши отношения я хотел бы добавить больше расстояния. Как тебе такой вариант? Юмора и дурачеств предлагает нам игра, поэтому мы можем выбрать только это. Ты такой серьезный, взрослый. А я люблю повеселиться. Мы просто еще слишком мало времени провели вместе. Нет, нет. Я знаю много смешных историй. Да. И с абсолютно социопатическим таким взглядом начинает рассказывать, как Однажды я душил своего друга так долго, что он отключился. А потом проснулся и такой, смотри, у меня дрожат руки. И прочие такие истории. Потому что я вам говорю, он вообще не от мира всего. Это социопат-маньяк. Джилла начинает травить итальянские анекдоты. Причем на итальянском. Мы ничего не понимаем, просто вам не смешно. Да, я об этом и говорю. Джина. Да. Давай ты лучше будешь серьезным. Эх, женщина. Когда он спросил, чего тебе не хватает? Мы такие, юмора и дурашливости. Он начинает юмор и дурашливость. Она такая, нет, давай обратно откатим. Как раньше. Ага. Джина задеревает ваши слова. Но он ничего не сказал. Я всего лишь хотел тебя развеселить. У нас не было возможности вести себя как-то иначе, да? То есть она в целом по дефолту такая конченая мразь. Не обижайся. Все нормально. Просто стараюсь поднять тебе настроение. Вот, блин. Это, наверное, даже обиднее, чем имитация оргазма. Имитировать смех от шуток. Дамы, оргазм сколько угодно. Но фальшивый смех при парне. Не надо. Не надо. Объятий будет достаточно. Каких объятий? Каких еще объятий? Я этого не выбирал. Джина серьезно посмотрел на вас. Потом подошел и крепко обнял. Я бы тебя вообще не отпускал. Да я тебя знаю, ты армянский извращенец. От накатившейся нежности перехватил дыхание. Он просто начал нас душить. Это от этого, а не от накатившейся нежности. Он очень близко. Он так нежен. Он целует вас в губы. Нет! Нет, эти губы не для тебя. Отдаться сильно рукам. Нет, уснуть рядом. Он нас целует. Мы такие. Вы отстраняетесь от Джина. Прости. Нет настроения. Она... Вот представляете, как это с его точки зрения выглядит. Понятно, что у него искаженный взгляд на мир и все такое. Но опять же, мы приходим. Говорим. Мне нужна помощь. Ничего не будет. Но переодеваемся в сексуальную пижаму. Но говорим, что давай просто сидеть и общаться. Но при этом давай поговорим о наших отношениях. Но при этом добавим юмора и дурачеств. Но при этом ты должен быть серьезнее. Но мы не воспринимаем его серьезно. Но позволяем ему нас обнять. Сами это предлагаем. Но говорим ему, что не будем отвечать. Что это за слоеный пирог? Как понять эту женщину? Серьезно. Вот сколько в шаурму слоев заворачивают. Это говорящее имя. В ней слоев не меньше. Он огорчен, но старается не показывать вида. Ничего. У тебя был сложный день. Да. И из-за тебя он стал еще сложнее. Ложись. Я буду рядом. Вот это меня и пугает. Вы устраиваетесь поудобнее. Он гладит ваши волосы. Отстань от волос. Я знаю, что уже 4 дня она не брила там, где нужно. Но это не значит, что нужно на этом так акцентировать внимание. Тепло и спокойно. Мы не должны были засыпать рядом с ним. У него же очевидные мотивы. Он что-то подсыпал в молоко. Всячески подкатывает к нам. Еще наглаживает нас там. Такой. О, ты не говорил, что ты такая кудрявая? И внезапно мы такие. Отлично. Хорошая идея. Мы засыпаем. Это было катастрофически. Интересно. 5 баллов. Абсолютно точно. Надеюсь, вам тоже очень понравилась эта история. Вот статы. Вот список людей, которые больше всего поддерживают канал. Огромное вам спасибо. И если вы реально не знакомы со мной, то я советую посмотреть видос, в котором я стал в СИМСе президентом, так как за меня проголосовали любовники. Их было так много, что и голосов хватило, чтобы начать управлять страной. Это видео здесь. Пока.